Душанбе выразил глубокую озабоченность действиями кыргызских пограничников. Насмотрите это видео до конца и вы узнаете, кому возможно выгодное распространение фейков об отношении между двумя странами. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Министерство иностранных дел Таджикистана 27 апреля передало ноту послу Кыргызстана в публике Таджикистан Жанышу Рустенбекову. Ноту вручил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музафар Хусейн Зода. Департамент информации МИД Таджикистана сообщает, что в ноте выражена глубокая озабоченность таджикской стороны противозаконными действиями представитель государственной пограничной службы Кыргызстана в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана в местности Кулик Джамуата Варух города Исфары. Жители приграничного с Кыргызстаном Джамуата Варух в Исфаре сообщили, что 25 апреля кыргызские пограничники пытались задержать четырех таджикских подростков, но двум из них удалось убежать. Однако 28 апреля пограничная служба ГКНБ Кыргызстана заявила, что информация об избиении двух таджикских школьников пограничниками Кыргызской республики не соответствует действительности. МИД Таджикистана передал ноту послу Кыргызстана из-за избиения школьников МИД Таджикистана призвал Кыргызстан наказать пограничников. Но учитывая, что в интернете появились фотографии этих молодых людей и местные жители утверждали, что это так, как вы думаете, кому выгодны такие фейки? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Состоялся телефонный разговор пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, в ходе которого таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения таджикских школьников пограничниками Кыргызской республики. Пограничные представители Республики Таджикистан признали, что информация о задержании таджикских школьников является фейковой, сообщили в Кыргызстане. Официальные структуры Таджикистана, в частности погранслужба, ничего не сообщили об инциденте, но в сообщении МИД выражена озабоченность противозаконными действиями представителей Государственной пограничной службы Кыргызстана в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана. Якобы и признали фейк, но все же осуждают. Зам. главы МИД заявил о недопустимости подобных противоправных действий, ведущих к напряженности в приграничной зоне, и призвал кыргызскую сторону принять безотлагательные меры по привлечению к ответственности виновных и информированную таджикской стороны о результатах. В сообщении внешнеполитического ведомства также говорится, что Душенбе настроен на последовательное развитие в отношении дружбы и добрососедства с Кыргызстаном в условиях мира, стабильности и взаимного уважения. Реакция кыргызской стороны на ноту МИД Таджикистана пока неизвестна. 26 апреля МИД Кыргызстана также вручил послу Таджикистана ноту по вопросу похищения двух жителей Баткена. Власти соседней страны сообщили 24 апреля, что в Лилейском районе, граничащем в Бабаджон-Гафуровском районе Таджикистана, в ночь с 23 на 24 апреля без вести пропали двое парней. Их родственники обратились к властям страны, заявив, что молодые люди были задержаны таджикскими приграничниками. Спустя два дня жители Варуха сообщили о задержании и избиении несовершеннолетних жителей Джамалата со стороны кыргызских пограничников. По словам жителей, инцидент произошел 25 апреля, когда четверо учащихся школы Джамалата Варух отправились спасти скот. При граничной зоне Таджикистана и Кыргызстана время от времени возникает недопонимание и конфликты. Граница между двумя странами является источником конфликтов и незаконных перемещений из-за спорных и неопределенных территорий. И такая накаленная ситуация уже вызывает фейки. И эти фейки распространяют местные жители. Возможно, они сами не понимают, что это был фейк. Возможно, какие-то стычки случаются. Но, как мы знаем, каждая сторона всегда трактует ситуации по-своему. Вы согласны? И что с этим нужно делать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Будем разбираться в этом вопросе. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!